Девушки отдыхают Раствора принимать только от начальника участков. Юрий Иванович, вторая смена начала портачить. Раствор идет в фотошоп. 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 Замотался я. Вы понимаете, работа в тресте, это не строительное управление. Да. Здравствуй. Здравствуй, Вика. Как живёшь? По-прежнему. Витя, я хотела сказать тебе, я хотела попросить тебя... Не надо, Вика. Мы давно уже обо всём договорились. Я могу ещё раз позвонить? Можешь. Дядя Виктор, добрый вечер. А сейчас, извини, у меня гости. Женщина? Две. Работа. Есть. Смотрит, какой прожор, а мы его уже сегодня два раза кормили. Ммм. Пошли работать. Дядя Виктор, мы с мамой так по нему скучаем, так скучаем. Пошли работать. Просто ужас. А Вовка не хочет отдать своего щенка. Ведь собака с кошкой не могут жить вместе. Правда? Ученые говорят, могут. Подумайте и позвоните мне. Ну вот и все. Все. Закончился мой последний рабочий день. Прошу. Счастливо отдыхать. Сколько же это лет? 30 лет. Из них 20 лет главным инженерам. Это почти вся жизнь. Но, вы знаете, Леонид Леонидович, ближе всего мы сошлись с вами. Я это всегда ценил. Ну, всегда ли? Вы же уходите на заслуженный отдых. У нас очень любят слово заслуженный. Заслуженный тренер, заслуженный шахтер, актер, учитель. А я заслужил только заслуженный отдых. Владислав Ипполитович, вы же сами решили уйти на пенсию. Да-да-да, разумеется. Разумеется, сам. Спасибо. Леонид Леонидович, вы знаете, о чем я сейчас подумал? Ну? А что, если этот молодой человек, мой преемник, способный человек, не справиться с занимаемой должностью? Его придется освободить? Вы подумали, какую травму вы нанесете ему? Ну, что вы смеетесь, на всю жизнь? Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. У нас в тресте техника безопасности на высоте. В начальство лезешь? Не рановато? Рановато. Вот у нас как получается. Чуть что человек сделал, немножко так, малость самую. Сейчас его сразу наверх тянут. Анатолий, на оперативку, живо! Чего смеешься? Я думаю, что я откажусь. Что за откажусь? Почему? Ни к чему мне это. Не хочу уходить со стройки. И потом, легкий я какой-то. Опять чудиш. Я думаю, что тебе со мной нелегко приходится. Несладко. Ты у меня за чертежами соков не спрячешься. Когда закончишь этаж? Иван Митрофанович. А? Ну, давай свои графики. Где у тебя этот этаж? Вот. Где? Вот. Черт-те что. Все чудиш. Были графики, как графики. А сейчас какой-то сетевой придумал. Да ты же, соков должен был вчера закончить пятый этаж. Я, Иван Митрофанович. Я спрашиваю, закончил или нет. Нет. Почему? Что тут? Да брось ты к чертовой матери свои чертежи. Иван Митрофанович, нарушается параллельный график. Не довезли панели. Митрошин. Завод вовремя не завез. А ты что сделал? Весь день звонил, Иван Митрофанович. Звонил? На заводе надо было сидеть. Чтобы сегодня панели были, слышишь? А кто следующий? Свернов? Анатолий? Где Анатолий? Здесь я. Ни сна, ни отдыха, измученной душе. Лишь бы от работы отрывать. Раз отрываю, значит, надо тебе корпус сдавать. К первому, чтобы кровь из носу. Сроки я сам знаю. Вы мне лучше скажите, когда мне, наконец, двери завезут. Вот это да. Митрошин, по графику двери уже должны быть. По графику. Вот, 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 вот. Мне эти ваши графики вот где сидят. Да ты что? Он прав. На заводах все есть. Распорядительности только у наших снабженцев нет. Вот кричим, техническая революция, техническая революция. А ты как работал 30 лет назад, так и работаешь. Распорядительности. Кто у меня? Я да Маша, Маша да я, да еще телефон. А вы, товарищ Нефедов, знаете, что мы детали получаем с 21 завода. Можно все что угодно в графике написать. А что я могу, если я с этими заводами не успеваю даже по телефону поговорить? А трест, Иван Авдеевич? Трест, там же есть отдел комплектации. Что дает этот отдел? Сунут мне лимит? И хоть головой об стенку. Попробуйте сами на моем месте. Говорить все могут. Помолчи. Вот человека в треск назначают главным инженером. А он отказывается. Не хочет бросать коллектив. В том числе и тебя, Митрошин. А ты напрасно, между прочим. Но, но. Сдашь объект, тогда поговорите. Теперь ты, Морозов. А у меня все по графику. Завтра заканчиваю девятый. Если, конечно, панели завезут. Митрошин. На-на-на-на. А ты что, окончательно отказался? Пока нет. Левшин просил подумать и позвонить. О, так позвони сейчас. А где моя машина? Пересменка. Или знаешь что? Я лучше сам позвоню. Владимир Семенович. Соедините меня с Владимиром Семеновичем. Да, да. Здравствуйте, Владимир Семенович. Моргунов говорит. Моргунов, начальник СУ-87. Да, да. Здравствуйте. Что же... Спасибо. Что же это получается? Владимир Семенович. Только что мы наладили работу. А вы у нас главного инженера забираете. Где? Да вот он у меня. Вот отказывается он от вашего предложения. Не хочет бросать нас. Да. Да, да. Пожалуйста, пожалуйста. Тебя. Слушаю, Владимир Семенович. Вы что, успели уже подумать? Вы же не возражали в беседе со мной. А я с вами не беседовал. Как это, не беседовал? А так, вы говорили за себя и за меня. Да. Ну, вы, вероятно, просто ничего не поняли. Что он сказал? Повесил трубку. А ты, пожалуй, перегнул парень немножко. Ну, я рад, что ты остаешься. Завтра поеду в трест, все будет в порядке. Всего доброго. Да. Вот, это тебе на завтра. Хорошо. Ну, всего. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, наконец-то, понял. Головой надо соображать, потом туда пойди. Стоял он, дум великих полн и вдаль глядел. Прощаешься? Извини, я забыл, что ты отказываешься от предложения. Тебе и здесь хорошо. Зарплата вполне приличная. При чем здесь зарплата? Хочешь, я тебе скажу, почему ты не хочешь идти в трест? Там огромный объем работы, ты просто боишься. Брось, я не из пугливых. Ну, куда ты тащишь? Сколько раз говорить? Лопухов! Хватит здесь, туда переходи. Ограждение поставить не забудь. Конечно, инженер Нефедов не из пугливых, но он не хочет работать в тресте, как работал Костромин. Он не хочет дублировать управляющего. Он не боится сорваться, но он боится трудностей. У себя в управлении он наладил работу, а в тресте все, придется начинать сначала. А почему я должен бросать с таким трудом налаженное дело? Идти в трест на неприятности? Вот видишь? Я же тебе говорил, ты боишься. Скоро сам убедишься. Экономия труда, ликвидация простоев, управление, обеспечение строительства. Эх ты! Разве мы с тобой не мечтали об этом? А? Вот только в тресте можно решить все эти задачи. Эх ты! Манилов! Анатолий Александрович, и куда завтра моим девчонкам выходить? Здравствуйте, Виктор Александрович. Говорят, вы от нас уходите в трест? Ложные слухи, Оксана! Завтра выходите на корпус 18-Б. Хорошо. До свидания. Толя, а почему бы тебе самому не взяться за работу в тресте? Во-первых, мне никто не предлагал. А если бы даже и предложили? Я тебе составлю протекцию. Я-то не готов. А вот ты струсил. Испугался. Ну ладно. Между прочим, Анатолий Александрович, через два дня госкомиссия принимает корпус 18-Б. Вы об этом подумали? Ну, про сроки я и сам знаю. Все заставляют думать. Виктор Константинович, простите. Вы не могли бы дать мне отзыв о моей практике? А то в тресте вас застать будет очень сложно. Хорошо, Владик. Я оставлю секретаря в управлении. Спасибо. Помнишь, ты говорил, было бы здорово, если бы каждому рабочему сэкономить в день хотя бы один час. Тогда у нас в СУ было бы дополнительно 60 рабочих. А в масштабе треста. Города. Ты представляешь, целая армия невидимых рабочих пришла бы на строительство. Только в тресте можно решить все эти задачи. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Левшин еще у себя? Соедините меня с Владимиром Семеновичем. Пожалуйста. Левшин? Это я, не Федор Владимир Семенович. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Иван Митрофанович. Я часто бываю с тобой рисковат. Постараюсь, чтобы впредь этого было меньше. Хотя обещания дать не могу. Сигаретку дашь? Вам же нельзя, Иван Митрофанович. Помолчи. Возле управления остановишься. Я после оперативки сразу вернусь. Иван Митрофанович, я ухожу в трест. На тебя что, в главке нажали? Нет, сам решил. В трест! Сейчас вот вспомнил сказку, где Ивану Очень пригодился серый волк. Та сказка мудрая, поверь, в часы обид, в часы потерь. Не раз ты вспомнишь про нее. Я в том клянусь, клянусь, не прогоняй меня. Постой, как серый волк из сказки той. Я пригожусь тебе еще, я пригожусь. Я к тебе на помощь, днем приду и ночью. Путь между нами будет шар земной. Дать тебя сумею отыскать источник с мертвой водой. И с живой. Я писать не буду, я звонить не смею. Я закрою сердце на замок. А беда случится, я помочь сумею. Я закрою сердце, я закрою сердце. О, Виктор, ты слышал новость. Знаешь? Знаю. Костромин уходит на пенсию. Я уже... А кто будет вместо него? Ага, тот же. Нет, ты меня не перебивай. Давай с тобой подумаем как следует, и ты сам поймешь, кто будет главным инженером. Твой моргунов не подходит. Ты думаешь, главным инженером будет хитрец Визор? Кстати, он каждое утро в парикмахерской подбревает себе усики. Так вот, Визор главным тоже не будет. Я... Нет, 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 не спорь, не спорь, не спорь. Главным будет... Беленький. Ты представляешь? Это же ужас. Здравствуйте. Здравствуйте. Нанна и Лина. Виктор Константинович, Леонид Леонидович, здравствуйте. А вас уже спрашивал три раза. Отпустите его, Ратонов. Сколько раз вам говорил Денисов о беседах в коридоре? Так вот. Вы ошиблись, Ратонов. Главным-то назначили меня. Те... Тебя? Опаздываешь. Виктор Константинович, проходите сюда. Да нет, Леонид Леонидович, я тут посижу. Виктор Константинович, ваше место теперь по праву здесь. Так что займите его. Товарищи, я не успел вас уведомить, что Виктор Константинович назначен главным инженером нашего треста. Так что прошу любить и жаловать. Ну, что я говорил? Садитесь. Итак, товарищи, на повестке дня у нас вопрос нулевых циклов. Беленький. А что говорить, Леонид Леонидович? У меня на двух кораблях. То есть на двух панельных домах. Так у нас их рабочие называют. Ближе к делу, Беленький. Я могу и не говорить, Леонид Леонидович. Но наши фундаментщики, наши супчики, супподрядчики, черт бы их побрал. Выкопали подвал, а водосток, водопровод, канализацию, но, словом, все коммуникации начали и бросили. А мне бригады некуда ставить. Вот я и прошу главного инженера, уж я не знаю какого, или Владислава Ипполитовича, или Виктора Константиновича, подписать мне справку, что коммуникации готовы. Иначе мне не дадут краны для монтажа. Леонид Леонид Леонидович, вы же знаете, я никогда не отказывал, но... Понятно. Да, Владислав Ипполитович, такие справки выдавали нашему правлению. Мне-то уж хорошо известно, к чему это приводит. Стоит смонтированный дом, а мы начинаем снова разрывать площадки, прокладываем трубы, и опять на площадках неразбериха, напрасные затраты труда, рабочего времени, штурма и задержка сдачи объектов. Вот что стоит за липовой справкой, которой прикрывают грубые нарушения технологий. Нет, беленький, такую справку я вам... Все понятно, вы хотите разобраться. Ну что ж. У меня то же самое. Мне тоже нужна эта липовая справка для участка Кочергина. Ну а как же быть с вашим бывшим управлением? Тут, вероятно, вам разбираться не нужно. Да, Леонид Леонидович, здесь мне разбираться не нужно. Но если я дам справку Маргунову, то я должен дать ее и Беленькому, и Визову, и всем остальным, и все пойдет по-прежнему. Нет. Понятно. Такой справки я не дам. Хватит нам тут безобразничать. Главный инженер отказывается давать липовые справки. А Владислав Ипполитович никогда не отказывался давать такие справки. А как же? Ну а как же иначе? Я сказал, все, беленький. Нет, не все, Леонид Леонидович. Если новому главному инженеру нет дела до строя управления, из которого он только что ушел, то я прошу разрешения впредь по всем оперативным вопросам обращаться непосредственно к вам. И так, товарищи, переходим к следующему вопросу. Если бы вы знали, Иван Митрофанович, как нелегко мне было вам отказать. Именно вам. Но нет. Нельзя, Иван Митрофанович, нельзя. Но не выдать справки это полдела. Я должен добиться, чтоб такие справки были только настоящими. Как это сделать? Здравствуйте. Здравствуйте, Шуров. Что, совесть спать не дает? Не дает. У вас, наверное, она совершенно чиста. Зачем пожаловали? Я приехал посмотреть, в каком у вас состоянии коммуникации. А, в таком случае вы заметили, что подземщики подвал смонтировали и бросили. Через два часа придут мои монтажники. Что они будут делать? Справки на монтаж нет. Как вам известно, вы ее не дали. Я ее к вам пришлю. Кого? Бригаду. Все-таки в тресте ей сидеть будет удобнее. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Добрый день. Вас Шуров прислал. Монтажники. Кто бригадир? Я. Косов. А говорить буду я. Девятаев моя фамилия. А почему не бригадир? Бригадир же лучше защищает интересы бригады. А бригадиров мы выбираем по другим качествам. Ну, хорошо. Говорите вы, Девятаев. Только потом скажете, по каким же качествам выбираете бригадиров. Хорошо. Так вот, мы бы хотели знать, почему вы до сих пор не даете разрешение на установку крана. Так. Николай Николаевич, будьте добры, принесите мне, пожалуйста, планы коммуникации Шурова. А курить здесь можно? Курите, пожалуйста. Опять косовская бригада фокусничает. Виктор Константинович, тут не строительное управление. Трест. Посмотрите, сколько людей в приемной. Товарищи, подойдите сюда, пожалуйста. Вот смотрите. Это канализация. Это водопровод. Это теплотрасса. А это водослив. Все под будущими кранами. Если мы сейчас поставим краны, это надолго задержит прокладку коммуникаций. Но даже не это главное. Без прокладки всех коммуникаций мы не сможем сделать хорошие дороги. И опять на площадках не будет порядка. Когда же будут готовы эти коммуникации? Срок назвать не могу. Я буду добиваться, чтобы это было сделано в ближайшие дни. я обещаю. А у меня, между прочим, семья, Виктор Константинович. Все, что вы говорите, правильно, но ведь мы на здельщине. Вы же с нами своей зарплатой не поделитесь. Ну, а если поделитесь, запомните. Сварщик Копылов. У нас нет фронта работ, Виктор Константинович. Виктор Константинович, вы же видите, какой ты народ. Разве с ними договоришься? Да подпишите вы им эту справку. А вы почему здесь? Что случилось? Это я их пригласил, Дмитрий Федорович. Посоветоваться. А оно это другое дело. Кстати, кран уже заказан. Я знаю, что бригада Косова передавая, что она за порядок. Я объяснил все. Пусть решает сама бригада. Как решит, так и будет. Это твердо. Решайте, Девятаев. Как будем решать? Кто за справку? Справку. 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 Я тоже, как и все. Что это у вас тут? Совещание? Виктор Константинович понадеялся на силу своего убеждения. Ну и... вероятно, голос бригады. Голос народа. Я считаю, что несколько дней можно подождать. Продержимся? Продержимся. Но если через неделю, Виктор Константинович, не сделаете, тогда напишите. Беленький. До свидания. Вы просили объяснить, по какому принципу у нас выбирают бригадира. Сказать? Теперь не надо. До свидания. Всего доброго. Левшин у себя. Соедините меня, пожалуйста, с Владимиром Семеновичем. Левшин? Это я, не Федов. Владимир Семенович, мне срочно нужна ваша помощь. На двух площадках необходимо проложить коммуникации. За неделю. А может быть, вы разрешите это сделать, как полагается, по нормам? Нет, именно за неделю. Это что, ваша программа действий? Да нет, программы еще нет. А как относится к вашим начинаниям управляющий? По-моему, поддерживает. Ну, хорошо. Приезжайте в Главк, там будет управляющий трестом подземных работ Ивлев, вот и поговорим. Чему ты так радуешься, Владимир Борисович, а? Да вот, Виктора Константиновича выдвинули. И правильно. Садитесь, садитесь. Прозорливо смотрит в Главк. Ну что ж, будем помогать. Как раз сейчас ему нужна помощь. На двух площадках требуется коммуникации. Для Виктора сделаю запросто. За сколько? Месяца за два. За два? За полтора. Не годится. А за сколько? В районе Кранов за три дня. На все остальное три недели. Ну, нет. Этого я не могу. Хоть зарежьте, не могу. Вечно он что-нибудь придумал. Ну что ж, если ты не можешь выполнить срочное задание Главка, передадим Бородулину. Бородулин вам этого никогда не сделает. Ты как можно? За три дня. Даже трубы-то еще не завезены. Трубы уже на площадке, Владимир Борисович. Да? Да. Стареем, брат. Ну, хорошо. Я сделаю для тебя за восемь дней. Три. Семь. Владимир Семенович, ну, шесть. Соедините меня с трестом Бородулина. Владимир Семенович, не надо, я сделаю. Погодите. Слушай, а твой главный инженер, твой самородок, тебя не собьет? Ну, раз я дал слово. Считай, что договорились. Ясно. Спасибо, Владимир Семенович. До свидания. Нефедов, я прошу вас задержаться. Запомните, больше с подобными вопросами ко мне не обращайтесь. У меня не один ваш трест. И второе, через две недели доложите мне, какие инженерные мероприятия инженерные вы намечаете для улучшения работы треста. Понимаю. Вы с каким трестом соревнуетесь? Кажется, с трестом строитель. Вот именно, кажется. Поезжайте к ним, посмотрите, что там можно взять интересного. А то за опытом в другие города ездим. А что лежит под боком, не знаем. Мородка. Его нет. Срочно разыщите. А кто его спрашивает? Ивлев. Спасибо вам большое. Ну что вы. Ну, ты фруктик, Виктор Константинович. Спасибо вам большое, Владимир Борисович. Я очень вам благодарен. Всего доброго. Ну, куда же ты? На бедокурил и смываешься? Нет уж, теперь давай будем вместе отбиваться от самородка. Да, да, да. Самородок слушает. Александр Семенович, это я. Да. Был у Левшина, договорились. Получил срочное задание проложить трубы и засыпать. Срок? Три дня. Кто приказал? Левшин. А ты не спросил, как он тебе допустил? Ну что ты, Александр Семенович, я очень сопротивлялся. А где я технику возьму? Кричит. Ты уж совсем, Владимир Борисович, трестом управлять не можешь. На. Здравствуйте. Это я, не Федов. Ах, это ты. Это ты, Святоша, с Левшиным старика облапошили, а мне теперь технику с объектов срывать. Нет, ты слушай меня. Меня слушай. Техника придет. Но если я на трассе кранов увижу хоть один камушек, пеняй на себя. Слушаюсь, Петрец. Слушай, это ты слушаешь, а линию свою гнешь. Учусь у самородка. Все. И мягок ты, Виктор Константинович. А с ним надо. Я слушаю. Это я, Иван Митрофернс, не Федов. Алло, Иван Митрофанович, нас прервали. Разговор прервал я. Я не желаю с вами разговаривать. Я... Я должен вам сказать, что мне тоже не очень хотелось бы продолжать этот разговор. Но мне... Я хотел бы напомнить вам о том, что вы сами много когда-то говорили о дисциплине и о том, что каждый должен заниматься своим делом. Так вот, я это все к тому, что подземщики получили указание проложить коммуникации за три дня. Готовность трассы завтра в 10 утра. Я прошу вас, Иван Митрофанович, проехать на площадку Кочергина. Хорошо. Я дам указание. Я прошу вас проверить лично. КОНЕЦ 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 Виктор Константинович, приветствую вас. Были у Шурова там полный порядок. Вот, Алисард Семенович, для хорошего человека и добро делать приятно. Ну, как у вас дела? Сегодня можете начинать. Молодец, Виктор Константинович, молодец. Можешь передать Левшину, что для тебя сделаем в три дня. Что мрачный? Трасса свободна? Конечно. Можете посмотреть. Ты помолчи. Ну? Нет. На трассе лежат плиты. Меня? Самородка хотел обмануть, товарищ Кочергин. Где будем разгружаться? Все на свои объекты. А ты, Владимир Борисович, юлишь перед главком. Что скажут? Рад стараться. Сейчас, мой миленький, мой славненький, доложим в главк, что наделал ты в штанишке. Три дня. Месяц, не меньше. Вот он, твой молодец. Полюбуйся. Поехали. Не научишься хитрить, вылетишь из треста. Поверь мне. Умение хитрить для главного инженера это наука. Вот так. Поехали. Кочергин, ты что мне вчера обещал? Берите. Что это? Липа. Простите, вы ко мне? Нужно быть дома, больной. Я здоров. Извините. Пожалуйста. Пшенишникова здесь живут? Мы Пшенишниковы, а дядя Виктор не Федоров. Он у инженеров самый главный. Здравствуйте. Здравствуйте. Сюда, пожалуйста. Извините. Пожалуйста. А ты не задерживай дядю Витю. Любочка, покормишь тёжку? Хорошо. Ой, инженер. По графику работаем. Я перестроиться решил, выйти в передовые. А вот видишь, сижу. Вижу. В чём дело? Растурь ещё днём завезли. А ему жизни три часа. А Николай Васильевич запретил водой разбавлять. Там ведь наверху панели. Швы протекут, весь корпус лечить придёт. И перед людьми стыдно. Вот всегда ведь так. Все кричат, гнат такой, гнат сякой. От кого идёт? Ты скажи, инженер, от кого всё идёт? Почему сидим? Простой, товарищ начальник. Кирпич есть, а раствор йог. Засох. Как говорил один мой знакомый, между прочим, из передвига. Я спрашиваю, почему прекратили работу? Раствора нет. Раствора нет. А это что? Воды вам жалко? Соков прав. Я вам приказываю. Таким раствором работать нельзя. Вы запрещаете нам работать? Запрещаю. Тогда я сейчас звоню управляющему. Пожалуйста. Ну что будем делать? А, ну их к лешему девчата, пошли работать. Нет? Ну вот. Леонид Леонидович просил, просил передать, чтобы вы не задерживали работы. Очень просил. Работы продолжать нельзя. Так и прикажете передать, если вас не затруднит. Вы вчера не выполнили мою просьбу, прекратили монтаж. Почему? Раствор старый, Леонид Леонидович. Таким раствором работать нельзя. Но мы всегда так работаем. Поэтому швы и текут. Поэтому и жалуются на качество домов. Я тоже отвечаю за качество и за сроки сдачи объектов. Кстати, вместе с вами. Я понимаю. Ну, кто вам дал право срывать выполнение плана? Почему вы отменили работу в выходные дни на сдаточных объектах? Это не выход, Леонид Леонидович. Штурмовщина нас не спасет. Мы же лишаем людей отдыха. Падает производительность труда. В понедельник люди уже не могут работать как следует. Понятно. Денисов. Буду. Хорошо. Так. Я вам больше не нужен? Нет. Вы мне больше не нужны. Я ведь. Спасибо. Не resistно. Клюет? Клюет. Вот так вот. Пять штук поймал. Кого я вижу. Вот это хорошо сделали, что приехали. Ну, а вы с Галиной Александровной? Она по хозяйству сегодня. Ну, пройдемте, пожалуйста. Ну, как вы тут живете? Хорошо тут у вас? Тихо? Да, тихо, тихо, ничего. И совсем в трес не тянет, а? Леонид Леонидович, расскажите, как дела в тресте? Ну, как дела? Ругаемся и строим, строим и ругаемся. Планы растут, рождаются встречные. А как Маргунов? Маргунов кричит. А как Беленький? Ругается. Постников на пенсию ушел. Да. Владислав Ипполитович, у меня к вам деловой разговор. Какие могут быть дела с пенсионером, Леонид Леонидович? Владислав Ипполитович, как бы вы отнеслись к предложению снова вернуться в трест? Не пугайтесь, пожалуйста. Только на полгода. А как же с вашим этим молодым дарованием? Я добился должности заместителя главного инженера для него. Уверен, что ему будет полезно поработать под вашим руководством. Что, трудно? Да. Молод, неопытен, к тому же строптив. Леонид Леонидович, вы же знаете, я вам никогда ни в чем не отказывал. Я благодарю вас за добрые слова, но, простите, я сейчас не могу принять ваше предложение. Владислав Ипполитович, тут есть одно обстоятельство. Только полгода, и я вам обещаю, что мы исправим ту несправедливость, которая была допущена в отношении вас. Добрый день. Здравствуйте. Вас спрашивал Леонид Леонидович. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Виктор, скажи, какого цвета халат у твоей жены? Я не женат? А, да, 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 да. Я тридцать лет этого не замечал. Я решил вернуться в трест. Леонид Леонидович, у вас ко мне больше ничего? Одну минуту. Я добился должности заместителя главного инженера для нашего треста. Поверьте, это было нелегко. Но нам это сделали в порядке исключения. Я не буду возражать, если должность заместителя главного инженера треста займет Вячеслав Иполитович. Теперь все? Что ж, теперь все. Да, Строптиев. Леонид Леонидович, Леонид Леонидович, вы же знаете, я вам никогда ни в чем не отказывал. Спасибо. Приглашайте всех на оперативку. Леонид Леонидович в главке, поэтому я провожу оперативку. У вас не было. Вот и чудесно. Мне как раз нужно готовить доклад. Продолжайте работать. Костромин проработал двадцать лет в этом кабинете. Поэтому Леонид Леонидович убедительно просил вас занять другую комнату. Я вам сейчас ее покажу. Денисов. Костромин. Не в этом дело. Ты в тресте захочешь быть инженером. Не захочешь дублировать управляющего. Так кажется, говорил Анатолий. А что ты успел сделать? Выдал липовую справку? А дальше что? В чем же тогда твоя полезность, товарищ главный инженер Треста? Чем она проверяется? Наверное, тем, как ты будешь направлять жизнь строек. Как преодолеешь инерцию привычной организации дела, привычного стиля отношений. Треста. Нужна программа. Четкая. Систематическая программа твоей инженерной деятельности. Виктор Константинович, вы не можете себе представить, как много у меня дел. Миленький, отпустите меня, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Ну, Виктор Константинович, послушай, Виктор, мне надо... Садитесь, Ратонов, садитесь. Слушаю. Это Костромин говорит. Я не смогу быть. Я дубы с полком. Нет, Владислав Политович, мы вас ждем. У нас важное совещание. Не могу, Виктор Константинович. Я не приду. Садитесь, садитесь, пожалуйста. Владислав Политович, это не просьба, а мое распоряжение. Проходите, пожалуйста, Валентин Михайлович. Ну что ж, товарищи, начнем. Извините, Владислав Политович, мою настойчивость, но сегодня ваше присутствие действительно необходимо. Потребуется ваш совет. Я попросил бы вас впредь советоваться со мной до совещания, и не в присутствии наших подчиненных. А что касается совещания, то мне кажется, что его надо проводить в моем кабинете, а не здесь. Здесь тесно и дышать нечем. Продолжим. В ближайшее время в Тресте будет созван технический совет с приглашением всех субподрядных организаций. Подземных работ, строймеханизации, передовых рабочих, прорабов, бригадиров с тем, чтобы обсудить меры по дальнейшему улучшению организации производства. Для этого необходимо знать подлинное положение дел на стройках. Мы все старые работники прекрасно его знаем. Меня интересуют причины, порождающие потери рабочего времени. Их серьезный анализ. Причем только цифры, только факты. Мы никогда не задавались подобной целью. И так все ясно. У вас, Николай Николаевич, есть такие данные? Нет. Таких данных у меня нет. А у вас, Игорь Николаевич? Нет. Жаль. Так вот, на всех основных объектах, находящихся сейчас в монтаже, необходимо срочно в течение трех-четырех дней произвести хронометраж. Фотографию рабочего дня. Отдел труда и зарплаты, ваш отдел, товарищ Ратонов, возглавит эту работу. Послушай, Виктор, а где я возьму людей? Главный технолог и строительная лаборатория выделят вам по три человека. Целую смену? Да где же мы возьмем этих людей? Я считаю необходимым произвести хронометраж не только первых, но и вторых и третьих смен. Так что же лаборанты выйдут в ночную смену? Послушайте, а кто же будет заниматься? Кто же будет брать анализы? Анализы подождут. Извините, Виктор Константинович, но без письменного приказа... Через неделю... Прошу вас предоставить мне обобщенный материал о затратах труда. У меня все, товарищи. Благодарю вас. А вы знаете, мне нравится ваше предложение. Виктор Константинович, вы что, решили провести техсовет? Да. Но совершенно необязательно техсовет превращать в общее собрание руководителей всех трестов главка. На техсовете подземщики и механизаторы во всех неполадках обвинят нас. Я не понимаю, зачем выносить ссор из СБ? Ссор из СБ выносит, чтобы в СБ было чисто. Леонид Леонидович, без согласованных действий между трестами нам никогда не уйти от производственной неразберихи. Но вы отдаете себе отчет, чем лично для вас может обернуться техсовет, если все работники, даже нашего треста, уже настроены против него? Нет, не все. Кто за? Я. Я за предложение Виктора Константиновича. Говорю об этом как главный бухгалтер. Если проанализировать цифры, видно, что трест на пределе. Говорю как секретарь партбюро, будущее треста в правильной инженерной политике. А вы что, против? Значит, вы настаиваете на техсовете? Да. Хорошо. Техсовет состоится. А я, друзья, от вас не скрою, Что помечтать о том люблю. Когда свой город я построю, То в нем все окна чистым небом застеклю. Пусть люди звездам улыбаются во сне И просыпаются совсем уже не те. И может быть, что я в ночном твоем окне Свою звезду увижу в темноте. И может быть, что я в ночном твоем окне Свою звезду увижу в темноте. А если кто-нибудь захочет, Чтоб тень затмила город мой, То вместо солнца среди ночи Я людям окна озарю своей мечтой. Пусть люди звездам улыбаются во сне На высоте, на высоте, на высоте. И может быть, что я в ночном твоем окне Свою звезду увижу в темноте. И может быть, что я в ночном твоем окне Свою звезду увижу в темноте. Свою звезду увижу в темноте. Спасибо. Продолжение следует...